Слава о веселых жителях больших и малых овтюков, что в Калинковичском районе, ширится с каждым годом. Еще бы! Уже третье десятилетие жизнерадостные овтюковцы с настоящим полишубским гостеприимством встречают участников и гостей фестиваля народного юмора. Необыкновенный праздник смеха, изюминка гомельщины и одна из белорусских фишек, каких ни у кого нет. Фестиваль юмора, он один. И он повинен быть один в нашей краине, потому что есть такое место, где он завсюды будет приезжать, ладиться с великим гонором, с великим импетом, с великим таким отрознением от инших фестивалей, которые проходят в нашей краине. Чтобы стать зрителем уморительного летнего действа, не надо покупать билеты и ждать приглашений. Вооружившись десятком анекдотов, парой-тройкой частушек, Имея в запасе горсть метких выражений, можно составить конкуренцию известным инородным острословом. Чуб золотый, добра полные клетий, З усих аутюков лепши у свете. И наш товар так самый вельми добрый, Побачьте, Бог ничем не обделил, Ни ростом, ни привожусь, ни силою. Я наш вам и сварить, и спече, И сорочку паши, и дитя, и свинчана кормить. Никто с голоду не помре. О том, что автюковцы-белорусы особые, Этнографы заговорили еще лет сто назад. Об их происхождении спорят до сих пор. Бесспорна только чистота их души. Оптимизм их и широкий нрав Был знаком писателю Владимиру Липскому. Рожденный неподалеку от этих мест, Он всегда увлекался шутками Неуемных жителей больших и малых автюков. Поэтому и стал инициатором, И, как говорят, крестным отцом Своеобразного праздника белорусского юмора. Это не просто автюковский фестиваль народного гумора. Это, по сути, фестиваль белорусского народного гумора. Мы этим самым продолжаем фольклор Тых далеких часов, народную мудрость. Мы продолжаем, обогачаем ее. Мне задается, тут вельми хорошо все сполучается. Праца, смех, радость, Духовные мускулы и физичные мускулы. Хоть фестиваль и юмористический, Но готовятся к нему в Автюках С полной серьезностью и старанием. Без осмотра усадеб гостями, Традиционного швенданья По автюковским дворам и домам За всю историю, А начинается она с 1995-го, Фестиваль еще не обходился. Да это и не просто швенданья, А конкурс. Определение лучших усадеб, Хозяйственных колосков и калинок, Их гостеприимство и остроумие. Будь посадили только ночь, Кавкараланские жуки не пащут. Этот веселый праздник поднялся Из фольклорных пластов нашей культуры, Пустил глубокие корни, Тронул тонкие струны души белоруса И стал народным. Начинался в 1995-м При поддержке Министерства культуры Республики Беларусь, Гомельского областного исполнительного комитета И органов власти Калинковичского района. С каждым годом радовал новыми идеями, Написанными книгами, гимном фестиваля И выступлением участников на Славянском базаре, Памятниками колоской калинки, Музеем народного юмора И открытием скамьи примирения. Когда проходишь, не было людей, Чтобы не улыбались, Чтобы не обнимались, Они встретились. И опять же, на этих встречах Опять появляются новые анекдоты, Новые шутки, Которые ставят достоянием Уже следующего праздника. Собственно, за всем уморительным Уже который год Во втюки и едут. Едут, чтобы поучаствовать В соревнованиях юмористов, Посмотреть лучшие народные коллективы И по собственной воле Надорвать животы от смеха. Ведь автюковские колоски и калинки, Бросая вызов признанным юмористам, Возносят белорусский народный юмор На высокую орбиту, Как визитку нашей страны. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»